Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. Давайте узнаем о том, какой будет погода. Днем плюс 1, плюс 6. В горах местами до минус 6. На дорогах местами гололедица. В Черкесске облачно с прояснениями ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью до минус 7. Днем 3-5 градусов тепла. Ночью и утром на дорогах гололедица. Несовершеннолетних. О преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних потерпевших. Сотрудниками прокуратуры республики поддержано обвинение в судах в 2021 году. На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джозаевой расскажет прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Карачаева-Черкесии Жанна Жирова. Доброе утро всем. Доброе утро, Жанна. Здравствуйте. Я благодарю вас за то, что вы нашли время, пришли сегодня к нам в гости. Тема у нас такая сегодня очень важная. Она касается несовершеннолетних. Касается она защиты прав несовершеннолетних в уголовном праве. Расскажите, что вы можете об этом сказать? Принцип закрепленной статьи 2 Конвенции о правах ребенка гласит, что ребенку законом, а также иными средствами должна быть обеспечена специальная защита и предоставлены возможности и условия для благоприятного развития как в физическом, умственном, духовном плане, в условиях свободы и достоинства. Интересы семьи несовершеннолетних охраняются нормами уголовного права. Действующий уголовный закон Российской Федерации уделяет этому вопросу огромное внимание. Видовым объектом преступлений выступают общественные отношения, обеспечивающие охрану интересов семьи и несовершеннолетних. Жанна, скажите, пожалуйста, за совершение каких преступлений в отношении несовершеннолетних предусмотрена уголовная ответственность? Преступления против семи несовершеннолетних предусмотрены статьями 150-157 ГУДС Федерации умышленные общественно опасные деяния, действия или бездействия, которые посягают на интересы несовершеннолетних, на интересы семьи в целом и могут причинить вред здоровью, а также физическому, психическому, нравственному и интеллектуальному развитию несовершеннолетних. По особенностям непосредственного объекта, все преступления, входящие в главу 20 УК РФ, можно разделить на два вида. Это преступления против несовершеннолетних непосредственно и преступления против семьи. Жанна, скажите, пожалуйста, какие преступления отнесены действующим законодательством, вот нашим законодательством, к преступлениям против несовершеннолетних? Статья 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Статья 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий». Статья 151 Прим-1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним с алкогольной продукцией». Статья 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Жанночка, скажите, пожалуйста, какие преступления отнесены законодательством к преступлениям против семьи? Это ст. 153. Уголовную ДСРФ подмен на ребенка. Ст. 154. Уголовная ДСРФ – это незаконное усыновление и удочерение. Ст. 155. Уголовная ДСР – это разглашение тайны усыновления и удочерения. Ст. 157. Уголовная ДСР – это неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. За совершение каких действий, каких преступлений обычный человек, гражданин, может быть привлечен к уголовной ответственности в отношении несовершеннолетних? Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, это статья 150-го уголовного государственной федерации, выражается в совершении действий, которые предполагают внушение мысли другому лицу путем обещания, угроз или иным способом о необходимости совершения конкретного преступления. Далее, вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, как я уже говорила, это статья 151 уголовного государственной федерации, предполагает вовлечение в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, а также в занятия бродяжничеством и попрошайничеством. Далее, предметом преступления, предусмотренным статьей 151 прим уголовного государственной федерации является алкогольная продукция. Преступление заключается в розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно. Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 156 уголовного государственной федерации, выражается в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. если это деяние связано с жестоким обращением с несовершеннолетним. Признак жестокости является оценочным понятием. Его содержание уточняется в процессе правоприменения. Содержание преступления, предусмотренного статьей 157 Уголовного кодекса РФ, заключается в неуплате родителям без уважительных причин, в нарушении решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, если эти деяния совершены неоднократно. Под неоднократностью понимается неуплата алиментов после привлечения лица к административной ответственности за аналогичное деяние в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию. Кто может не нести уголовную ответственность? Лицо, обязанное выплачивать по решению суда средства на содержание детей, но не имеющее заработка по уважительным причинам, в частности, в связи с несвоевременной выплатой заработной платы, не может нести уголовную ответственность по статье 157 Уголовного кодекса РФ. За совершение каких преступлений против несовершеннолетних предусмотрено наиболее суровое наказание? Наиболее суровое наказание предусмотрено уголовным законом за преступления против половой свободы несовершеннолетних. Так, за изнасилование несовершеннолетнего, это статья 131 Уголовного кодекса РФ, предусмотрено уголовное наказание до 15 лет лишения свободы. За изнасилование малолетнего, то есть лица, не достигшего 14-летнего возраста, предусмотрено уголовное наказание до 20 лет лишения свободы. Также хочется отметить, что в силу положения уголовного закона вступление в половое сношение, а также совершение развратных действий без применения насилия, совершенное в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста, расценивается как особо тяжкое преступление, так как такое лицо в силу возраста находится в беспомощном состоянии, то есть не может понимать характер и значение совершаемых с ним действий. По скольким уголовным делам данного вида преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, сотрудниками прокуратуры Республики поддержано обвинение? Дальше, сколько лиц осуждено и каким видом наказаний привлечены виновные люди? В прошедшем 2021 году сотрудниками прокуратуры поддержано государственное обвинение по 143 уголовным делам в отношении 145 несовершеннолетних потерпевших. По результатам рассмотрения данных уголовных дел в 132 случаях вынесены обвинительные приговоры. Наибольшее количество было постановлено по статье 157 Уголовного кода Сарайской Федерации, а именно были осуждены 94 лица за неуплату средств на содержание детей. Также были осуждены среди них 53 родителя, на которые законом возложена обязанность по воспитанию несовершеннолетнего. В прошлом году осуждены 18 лиц, имеющих неснятую либо непогашенную в установленном законном порядке судимость, в том числе и за преступления в отношении несовершеннолетних. По рассмотренным в 2021 году уголовным делам назначены следующие виды наказания. В 13 случаях назначены обязательные работы, в 71 случае назначены исправительные работы, в 4 случаях назначено ограничение свободы, в 39 случаях назначено лишение свободы с применением статьи 73 Уголовного кода Сарайской Федерации, то есть условно, и в 5 случаях назначено лишение свободы реально. Жанна, вот из вашего рассказа я поняла, все-таки совершаются эти преступления в отношении несовершеннолетних детей. Это, конечно, очень страшно. Хотелось бы, чтобы вот таких преступлений не было в принципе вообще. Я желаю вам успеха в вашем нелегком труде. Благодарю за то, что вы сегодня пришли к нам в гости и рассказали обо всем этом. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Наш корреспондент Александр Коваленко в лечебно-реабилитационном центре. Высокая температура, кашель, потеря обоняния. Когда у Миры Охтовой появились все эти симптомы, то уже и результат КТ был неутешительным. 50% поражения легких. На лечение пневмонии в госпитале потребовалось 20 дней. Но когда болезнь отступила и казалось бы, что все позади, у женщины стало подниматься артериальное давление до критических цифр. Возникшая легочная проблема, усилившая нагрузку на сердце для женщины, обернулась гипертензией. Ведь коронавирус опасен тем, что он поражает мышцу сердца, вызывая различные патологии, такие как миокардит, нарушение сердечного ритма и не только. Сегодня с патологией сердечно-сосудистой системы в этом отделении лечение получает 38 пациентов, перенесших ковид в средней и тяжелой форме. По решению терапевта, Мира Охтова была направлена в реабилитационный центр. Сегодня все показатели крови, АД, УЗИ и других исследований в норме, рассказывает нам лечащий врач Любава Щеголева. А сама пациентка не перестает повторять слова благодарности врачам, которые спасли ей жизнь. Там девчата, вот честно, их тут рядом нету, но как они за нами бегали, ухаживали, это такой адский труд, никому не желаю туда попадать. Здесь девчата тоже все, что могут и не могут, все стараются для нас сделать. УЗИ, не УЗИ, все процедуры, все лекарства. Мы ничего не покупаем, все. И не столько, наверное, лекарства, сколько внимания самих девочек, врачей. Они зайдут, улыбаются, спрашивают, и нам уже на душе легче, и они у нас уже вылечили. Утренний обход реабилитационного отделения начинается с опроса пациентов, измерения сатурации, жалоб на самочувствие и корректировки лечения при необходимости. Здесь пациенты проходят все необходимое обследование. УЗИ плеуральных полостей, это практически мы всем стараемся, которые перенесли ковид, чтобы посмотреть, что там, спаечный процесс, насколько выражен. Общеклинические анализы мы смотрим, это и кровь, и мочу, и анализ биохимии крови смотрим, когулограмму обязательно смотрим, потому что препараты, на которых они выписываются, они серьезно могут влиять на показатели крови. Опять-таки, насколько выражен воспалительный процесс, как он сохраняется еще в организме. И по показаниям мы смотрим, в большей части мы смотрим УЗИ сердца, по показаниям мы смотрим УЗИ почек, дальше, ну, ЭКГ это 100% обязательно в случаях мы делаем, а дальше все по показаниям. Надо, мы проверяем и щитовидную железу, надо, мы и с неврологами там консультируемся, там делаем сосуды головного мозга. Это все уже дальше индивидуально по показаниям. Сегодня Андрей Колпаков на стадии завершения курса реабилитации после перенесенного ковида. Дышать и разговаривать теперь можно без одышки. Делится с нами этой радостью пациент. Сейчас на реабилитации нас поднимают еще лучше, то, когда разговаривать, разговаривали, аж одышка была. А сейчас проходишь 5000 метров по коридору туда-обратно, без одышки, без ничего, и давление вроде не сильно большое. И пульс до 110 доходит. Я думаю, это при нагрузке такое-то не сильно большое. Мы поинтересовались, а как можно попасть на реабилитационное лечение. Проблем сейчас с направлением нету. Тем более, что они сейчас отправляют пакет документов на электронную почту. То есть даже больным не надо никуда дополнительно суетиться, ходить. Отправляют пакет документов на нашу электронную почту. Их уже распределяют по диагнозам по нашим отделениям. И мы сообщаем по телефонам, которые там указаны, мы сообщаем на когда дату госпитализации. Восстановление после перенесенного ковида длится от 3 до 4 месяцев. Поэтому необходимо строго выполнять все рекомендации врача и не пренебрегать дыхательной гимнастикой. Александра Коваленко, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Министерство сельского хозяйства Карачаева, Черкесия объявляет о начале приема документов для участия в конкурсном отборе на получение гранта «Агростартап» на создание и развитие крестьянских фермерских хозяйств в республике. Представить документы на участие в конкурсном отборе можно до 24 февраля 2022 года по адресу Черкесск, улица Кавказская, 19. Грантовая поддержка предоставляется на конкурсной основе на условиях софинансирования проекта. Президенту необходимо представить бизнес-план своего хозяйства. Все они будут оцениваться по специальной шкале. По сумме баллов будут определены победители конкурса, получатели господдержки. В начале года участились ДТП на дорогах республики. В прошлом году по Озжигутинскому району произошло 17 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В целях снижения детского травматизма сотрудники УГИБДД по Озжигутинскому району проводят профилактические операции «Уступи дорогу пешеходу». Полицейские раздают информационные буклеты и напоминают водителям о соблюдении правил дорожного движения. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Увеличение дорожно-транспортных происшествий с участием детей связано с несоблюдением воителями установленного скоростного режима. В рамках профилактической операции «Уступи дорогу пешеходу» сотрудники УГИБДД по Озжигутинскому району раздавали буклеты с важной информацией для автовладельцев. Очень важно при подъезде к пешеходному переходу снизить скорость и пропустить людей. И особую бдительность нужно проявлять по отношению к детям, когда они переходят дорогу. Целью данного мероприятия является привлечь внимание участников дорожного движения к данной тематике, то есть к снижению дорожно-транспортного травматизма. Чтобы все участники дорожного движения неукосительно соблюдали правила дорожного движения, особенно скоростной режим и дистанцию в зимнее время. Хочу обращать внимание пешеходов, которые, находясь на улице, стали более заметными, то есть носили светлую одежду, а при переходе дороги всегда соблюдали правила дорожного движения. Важно отметить, что в прошлом году произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, 5 из которых с участием детей. К сожалению, порой водители могут не заметить пешехода, особенно в темное время суток. Из-за отсутствия светотражающих предметов водитель может не заметить человека, переходящего дорогу, и это приведет к непоправимым последствиям. Поэтому нам нужно быть внимательными и соблюдать элементарные правила, отмечают водители. Правила дорожного движения написаны уже не то, что законом, а жизнью. И несоблюдение данных правил может повлиять за собой как гибель людей, так и прочее мущество. Соблюдать нужно всегда. Есть некоторые водители, которые не пропускают пешеходов. А вот такой больной вопрос, вот это в центре, где касается остановка. Никто не переходит через переход. Вы как считаете, на что водителям надо внимание обращать? Внимание, надо всегда быть внимательным на дорогах. Мало ли что получается. Как отмечают сотрудники УГИБДД, водители должны обращать внимание на такие дорожные знаки, как пешеходный переход и внимание дети. Поэтому, дабы сохранить жизнь себе и другим, всегда нужно соблюдать скоростной режим. Сегодня во всем мире свой профессиональный праздник, Международный день ювелира, отмечают мастера. Что делают нашу жизнь прекрасней. Считается, что идея создания этого праздника впервые возникла в 2002 году. На фестивале «Золотое кольцо России», который проходил в Костроме. Профессия ювелира одна из самых древних. Ведь украшать себя люди любили всегда. Первые украшения изготавливали из разнообразных подсобных материалов, поддающихся обработке примитивными инструментами того времени. Что могли быть бусы из ракушек, ожерелья из клыков, камушки с дыркой на кожаной полоске. Самые богатые и роскошные украшения носил вождь племени. Родина ювелирного искусства считается Древняя Греция. Здесь впервые была произведена резьба по камню. Появились украшения, выполненные из драгоценных металлов с самоцветами. Произведения древних мастеров и сейчас поражают красотой и изяществом. В украшениях использовались драгоценные камни, жемчуг, янтарь, самоцветы. Мелким жемчугом было принято расшивать верхнюю одежду. На Руси драгоценные камни считались символом верховной власти. Традиции, заложенные великими ювелирами прошлого, продолжают современные мастера. Ювелирное украшение всегда идеальная идея для подарка. Оно порадует любого человека. Ведь драгоценности всегда в моде и всегда хорошо ценятся. Дарите украшения, радуйте им близких. Продолжение следует... Продолжение следует...